И вот какой свет я хочу дать тебе насчет сердца, вернее одну правду, это часть света, которая поможет тебе жить в прорыве. Скажи прорыв. Прорыв. Очень классное слово. Я вам расскажу одну историю. Я так, как и любой человек нормальный, с сердцем отдавал свою жизнь Богу. И у меня были такие моменты, я так переживал Бога, я его чуть по-другому, чем многие переживают. Я его обычно переживаю на уровне ума. Это мое любимое переживание. И когда я его переживал на уровне ума, меня так взорвало, я так посвятил свою Богу. Я несколько лет прожил, ни одного греха не сделал. Может быть из вас никто так и не жил. Ни одного греха. Я настолько себя посвятил Богу. Родные, мне ангелы завидовали. Серьезно. Я просто летал. Я Богу столько пообещал. У меня как будто сделка с Богом была. У меня сделка была настолько Божией. Каждая мысль, каждая клеточка, каждый вздох. Все. Тебе. Как это делал ты. Я действительно долгое время, ну просто летал. Ни желания, ни чувства. Я вообще считал, что я умер. Ну вот эти мертвые считают. Что я умер. Пришел один момент, я упал. На удивление всем. Родные, я думал, что я умру. Я гноил себя. Я пилил себя. Я думал, что все, Бог отвернулся. Значит, кто чувствовал такие ощущения? Боже, я тебя подвел. Думал, какая собака. Родные, я знаю себя очень хорошо. Я знаю себя, что если я буду с другом, я никогда в жизни его не брошу. Я знаю, что... Знаете, не от борзоты, просто чтобы вы понимали мое сердце. Потому что почему я мучился. Я в жизни много болей прошел. Не эмоциональной. Там море того, море того. Просто жесткая жизнь была. Я мог драться с толпой. У меня очень хорошо получалось сильно бить и быстро бегать. Все, что нужно. Я в четверке лучших борцов мира был. Чтобы ты не понимал. Для меня не страшно было ходить на улице. Я мог что угодно сделать. Реально, родные, я ничего не боялся. Ничего не боялся. Здесь единственное, что я боялся, чтобы сзади меня никто нож не засунул. Реально. Ничего не боялся. И вы знаете, я знаю, что я умею держать слово. И я знаю свой характер. И я пообещал Богу. Я ему дал слово. И не сдержал. Я упал. Вы знаете, я себя настолько плохо чувствовал. Думал, лучше бы на меня, на мою жену напали, а я убежал. Серьезно. Я мучился. Я умирал просто. Я думал, я Бога обидел. Все, Бог. Я думал, я видел Бога. Не знаю, как там в мысли сердца этот поток мыслей. Бог обиженный, злой, расстроенный. Саня, я же на тебя рассчитывал, как ты мог. Я вообще там, убей меня, Бог. Кто это переживал? Родные. Я думал, лучше бы меня бесы порвали, чем переживать. Вот это вот фу, противно. Как обещал и не сдержал слово. Для меня это была смерть. И вот, что мне Бог начал отвечать. Записывай это на всю жизнь. В сердце сейчас записываю, что я буду говорить. В мозги. Зарегистрируй это во всех своих сферах. Бог начал мне говорить. Родной, ты еще не родился. Скажи, что я не родился. Я уже знал, каждый день твой. Это в твоей Библии написано. Скажи, аминь. Ты еще не упал. И еще не родился. Я знал, сколько раз ты упадешь. Когда ты упадешь? Где ты упадешь? И многие из вас не встают, потому что вы думаете, что Бог обиделся. Алло. Кто так обижался? Кто так? Кто из вас так? Упал. Встал. Аллилуйя. Боже, сори. Ну, а тебе надо поскулить неделю. Полазить по интернету. Дождаться какой-то конференции. И приехать. И так покаяться. И желательно, чтобы помазанник был. Ну, кто из вас упал. Ну, кто из вас упал, встал? Дети, Бог никогда не удивляется. Ты еще не родился. Ты еще не упал. Он знает, сколько ты упадешь раз. И когда ты падаешь, Он не в шоке. А, как ты мог? Скажи, аминь. Скажи, аминь. Ты еще не упал. Он уже здесь сидит. Уже руку тянет тебе. Скажи, аминь. Запомните, родные, Бог никогда не удивляется. Удивляешься ты. Это ты удивился, что ты упал. Это я удивился, что я упал. Бог не удивлен. И Бог заплатил даже за твое удивление. Я бы на этом месте Богу больших аплодисментов.